Это политический заказ. Скандальные аудиозаписи появились в интернете. Кто и кого заказал и с чьей помощью об этом дали в материале наших корреспондентов. В сети появились два фрагмента аудиозаписей и телефонных разговоров. На первом замгубернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан отдает приказ своему подчиненному Николаю Колеснику по прозвищу Тайсон напасть на оппозиционера Александра Вилкула. Кстати, этот Тайсон кандидат в народные депутаты. А выполнить поручение Корбана должен командир батальона нацгвардии. Там Юра Березов хочет вилку выбрать. С удовольствием. А можно понять, как он может случайно встретиться? Я услышал. Ну сколько надо, вот радиканы, ничего не бойся. Во втором фрагменте тот же Корбан общается уже с другим советником Днепропетровского губернатора Алексеем Салкачем. И снова объект тот же, вернее рекламные щиты его полицилы. Возьми бригаду на месте. А у кого? Бригаду. Все вилкула, блядь, борды, нахуй спилить. Наглухо, без документов, без ничего. Просто подъезжают и спиливают, блядь, все. Все? И увозят, все. Ну слышал. Все, и всех его представителей, оппозиционных глупов. Все спиливаем, блядь, наглухо, так, чтобы, блядь, повесить было дорого. Ничего не переживаем, мы за все это самое. Сам Вилкул сегодня приехал в Одессу на предприятие Стальканат. И вот как он прокомментировал указания Днепропетровского чиновника. Тут даже не дело во мне. Если чиновники таких высоких категорий позволяют, если это правда, себе такие высказывания, то тогда что могут ожидать миллионы украинцев? На что они могут рассчитывать? Даже если мой адрес такой звучит. Политические и экономические аппетиты Днепропетровского губернатора и его команды ставят под угрозу проведения честных парламентских выборов. Еще на весне прогнозировалось, что призначение деяких олигархов на посады, на высокие государственные посады, причем не просто олигархи, олигархи, которые ведут собой команды, которые подозривались своего часа в рейдерских схемах, в беззаконных, в резноманитных незаконных акциях, не приведены до чего-то доброго. Сегодня мы видим, как через колено намагаются ломать гражданскую думку, намагаются впливать на изменения в политическом ландшафте области, и не только области, а и соседних областей. То, что происходит в области, закритие, или включение, точнее, каналов, которые имеют другую думку, в отличие от думки губернатора, шантаж окременных кандидатов и так далее, все это в результате может стать основой для того, чтобы выборы, которые будут происходить 26 жовтня, были признаны наиболее брудными за всю историю Украины. Я думаю, что в принципе президенту было бы давно задуматься над кадровой политикой, над разноманитными кадровыми призначениями, которые делались еще и его предыдущими, и до ценности пребывания окремых губернаторов, в частности губернатора Днепропетровской области, на взаимной посаде. Владимир Урбан, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер.